Показать все достижения. Федеральным вип-гостям форума Светлана Орлова проводит экскурсию по выставке продукции нашей области. Здесь рядом и тракторы, и трубопроводы, и продукты Владимирских пищевиков. Федеральные гости вкус нашего мяса оценили. Производится у нас Владимир. Попробуйте у вас обходить и пробуйте. Здесь горячая продукция. Но не мясом единым, хлебом тоже. Для такого крупного производителя, как Владимирский хлебокомбинат, экономический форум – повод себя показать. География поставки их продукции от Калининграда до Владивостока. И это только в пределах России. В минувшем году Владимирские хлебопеки со своей продукцией добрались и до Австралии. Ну а форум – это новые контакты. Может и с китайцами найти общий экономический язык удастся. Мы более даже известны уже своей продукцией за пределами области. И то, что проводится в рамках нашего региона, естественно, для нас это очень важно. Это ознакомление с тем, что мы выпускаем. Это новые контакты, новые встречи. Естественно, для нас это очень важно. Светлана Орлова своими производителями гордится и со смехом вспоминает, как критиковали год назад акцию «Покупай Владимирское». Результат-то есть. Вы помните, как нас только не обзывали сепаратистами, ничего у вас не получится, и сети у вас товар не возьмут. Сети товар взяли, расширили объем, на 14% увеличили и 0,3% объем производства. Форум во Владимире продолжил форум экономический в Петербурге, где президент сформулировал основные постулаты будущей экономики страны. Среди них поддержка малого бизнеса на селе. У владимирских парламентариев есть в этой связи инициатива. Сейчас и магазин на селе, и вся торговая сеть платит одну и ту же сумму налога – 40 тысяч. Владимирские депутаты хотят эту ситуацию поменять. Когда один магазин торговой сети и сельский магазин будут платить одну и ту же постельную. Плюсом к этому мы получим около 100 миллионов рублей в бюджет дополнительных денег, соответственно и другие регионы получат бюджет. Приоритет в сотрудничестве власти за теми банками, которые не только пришли в регион зарабатывать для себя, но и делать что-то для области. Показателен здесь опыт Московского индустриального банка. Он занимает второе место по количеству вложенных средств в экономику региона. Комфортная финансовая среда позволила реализовать сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Во Владимире, Кольчугине, Муроме и Коврове. Кстати, и подъем почти развалившегося легендарного завода в Гусь-Крустальном – тоже заслуга банкиров. Успешность инициатив уверены в Минбе в сопровождении вложенных средств и совместной работе тех, кто вложил и в кого вложили. Надо ежедневно переживать, пока не достигнешь того результата. Финансируешь ты завод, финансируешь ты фабрику, финансируешь ты любую отрасль. Должны быть правильно фокусированы все проблемы и вопросы реализации производства, так чтобы предприятие работало на достаточно рентабельном уровне. Наши достижения и впечатления произвели даже на полпреда президента в ЦФО. Он признал, Москва сегодня переполнена бизнесом и пора его выводить в регионы. Наш регион для этого хорошая площадка. Но во Владимирской области удалось в этом году создать большую технологичную площадку, хороший выставочный комплекс. Именно интеллектуальный, именно с тем, что больше 60-70% производимой продукции со совместными предприятиями производится на российской территории. Хвалили область и по показателям труда. Уровень безработицы в Владимирском регионе меньше 4,7%. Один из лучших показателей по стране. И это, наверное, самый главный импульс сегодня экономическому и социальному развитию региона. И то, что он в Владимирской области за этот год состоялся, это огромный успех вашей команды. Браво! Из проблем насущных высокоскоростная магистраль Москва-Казань, которая пройдет через наш регион. Строить ее все-таки будут, севернее Владимира, вопреки некоторым недовольствам местного заселения. Когда, пока непонятно, конкурс еще не объявлен. По словам железнодорожников, добраться до столицы из Владимира можно будет за час и недорого. Транспорт для всех. В СМ предусматривает 4 класса обслуживания. Туристический, эконом, бизнес-класс и первый класс. Стоимость билета в туристическом классе, она сопоставима с стоимостью билета в скоростном электропоезде или плоскартном вагоне. Ненамерены отказываться и от капремонта. Запущенность этого года в стране проект необходим, говорят федеральные чиновники. Показать система, вызвавшую бурю недовольства людей из-за платы неизвестно за что, себя еще не успело. Да и во Владимирской области еще немного берут, считает гендиректор фонда содействия реформированию ЖКХ. Это не самая, я вас уверяю, большая плата в стране за капитальный ремонт. Будет увеличиваться или нет, это покажет первые пару лет работы программы. Но я думаю, первые, подсказывая, три года повышаться точно не будет. Дошло и до Лыбецкой магистрали. Во время пленарного заседания министр финансов и губернатор даже чуть ли не пообещали строительство в этом году. И все за счет федерального бюджета. Но потом, правда, выяснилось, что это шутка. Магистраль, вообще, конечно, это была инфраизация. Дело в том, что магистраль, это все-таки региональная трасса. Поэтому мы здесь вместе, наверное, с регионом будем думать по источнику. Действительно, бюджет сложный и у нас, и в Владимирской области. Поэтому, наверное, будем вместе искать финансы, вместе искать ресурсы. Сегодня экономический форум не заканчивается. Завтра в семи точках города еще будут проходить круглые столы. А ближе к обеду будет подписано несколько соглашений между руководством региона и крупными компаниями. Сегодня же вечером на Соборной площади, в преддверии праздника Дня защиты детей, будет дан праздничный салют. Алексей Соков, Александр Мажаров, 6 канал.